Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня будем снова изучать Божье Слово. И тема, которую я хотел бы сегодня поделиться, слово, которое я хотел бы сегодня разобрать, касается финансов, жертвы. И вы знаете, понятие жертвы, оно в церкви очень актуально, много об этом говорится. Это вот такой болезненный вопрос. Все, что связано с финансами, все, что связано с приношениями, ну и вот этот термин сам жертва, он вызывает у людей самые разные чувства. Начиная от, может быть, какого-то рвения сделать это, ну и заканчивая какими-то скептическими взглядами, подозрениями и так далее. И сегодня мы разберем на примере нескольких библейских персонажей, в частности, новозаветных персонажей из книги «Деяний», как совершались жертвы в первой церкви, как жертва, как приношение в новозаветные церкви влияет на дальнейшее призвание и судьбу человека. Я не буду сегодня рассматривать всю экономическую составляющую церкви, но, однако, я коснусь этого и также покажу, как отдельные два человека, которых я сегодня хочу представить вам к рассмотрению, каким образом они совершали свое финансовое приношение и что из этого получилось. В частности, я сегодня хочу рассмотреть два персонажа. Это человек по имени Варнава и человек по имени Симон. В «Деяниях» о Варнаве сказано, упоминается впервые, именно в связи с тем, что приносились людьми различного рода финансовые приношения. Как это происходило? В «Деяниях» 4 главе говорится следующее, с 33 стиха. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа». С «великой силой» означает, что люди видели знамения, чудеса, разные исцеления. И написано, «Великая благодать была на всех их». И 34-35 стих является ключевым к пониманию того, как происходило приношение в Первой Новозаветной Церкви. «Не было между ними, между ними имеется в виду, между верующими людьми, никого нуждающегося». Дай Бог, что в нашей современной церкви так было. «Ибо все, которые владели землями, домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов». И обычно на этом заканчивается. Но там есть продолжение. «И каждому давалось, в чем кто имел нужду». Просто сказка, а не церковь. И здесь дальше упоминается, как один из основных примеров, я так полагаю, что он был одним из первых людей, кто так сделал, человек по имени Варнава. Здесь говорится, «Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что означает сын утешения, Левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». Давайте здесь немножко я хочу остановиться и посмотреть на то, как это происходило. Во-первых, обратившись к любой теологической энциклопедии, может быть, там, даже независимо от динаминации, вы можете увидеть, что вот это имя «Сын утешения» Варнава получил именно в связи с тем, что принес большое пожертвование. Он принес, он продал землю, это была серьезная крупная сумма денег, он принес, как все в те времена делали, положил к ногам апостолов, и они, увидев это, назвали его «Сыном утешения». Ну, здесь чуть-чуть хочу сказать. Конечно, «Сын утешения», можно много рассуждать над этим именем, но, как мы все знаем, Дух Святой – это наш утешитель. Сам Иисус, Он назвал Духа Святого утешителем. И когда говорится о том, что Варнава был «Сыном утешения», это означает, вы можете смело делать вывод о том, что Варнава, делая это, был Вадим Святым Духом, он был наполнен Святым Духом. И здесь написано, в чем выражалось то, что Он был этим «Сыном утешения». В 32 стихе 4 главы книги Деяний сказано, в каком состоянии были все верующие того времени. Здесь написано, «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все было у них общее». И здесь написано, что апостолы были именно теми людьми, которым церковь доверила право распределять финансовую составляющую, то есть деньги, имущество, равномерно между всеми, внимание, верующими людьми. То есть у них была первая задача сделать так, как говорил апостол Павел. А как говорил апостол Павел? Апостол Павел в дальнейших своих наставлениях, на тот момент он еще не был апостолом, но тем не менее, в дальнейших наставлениях он охарактеризовал этот принцип так. Он говорит, если принимается какое-то усердие, имелось в виду финансовое, от кого-либо, то оно принимается, смотря по тому, что у вас есть, а не глядя на то, чего у вас нет. И говорит, не требуется, чтобы одним было облегчение, а другим было сложнее, другим было тяжелее. Но говорит, чтобы во всем была равномерность. И вот преследуя, если так можно сказать, преследуя вот эту цель, верующие люди, у которых были побогаче, те, у которых было побольше имущества, они добивались вот этой самой равномерности, чтобы люди, которые находились на финансовом дне, в какой-то яме, чтобы они выровняли, чтобы была равномерность. И это был именно тот мотив, с которым Варнава принес деньги к ногам апостолов. Именно это сделало его сыном утешение. Почему? Потому что это было великим утешением для бедных людей, которые примыкали, которые присоединялись к первой общине. Естественно, это было делом Святого Духа. Это было делом Бога, который хотел, чтобы в общине процветала вот такая вот равномерность, процветала вот такая вот любовь и взаимное утешение. Здесь также следует отметить, что Варнава не собирался просить у апостолов, чтобы они, например, помолились за какое-то его новое имя. Да, хотя он получил это новое имя, но он не преследовал этой цели. Более того, он не просил, чтобы это перевело его на какой-то другой уровень служения. У него не было этой мысли в голове. У него не было мысли движения, там, духовного роста или какой-то вообще личной мотивации, не было вообще. Из-за этого он был назван таким прекрасным чистым именем именно от апостолов. Они так сказали о нем, говорят, вот ты сын утешения, ты молодец. И стали его даже так называть. Прекрасная история, замечательная история. И что мы видим дальше? Несмотря на то, что Варнава не преследовал никаких целей, не связанных с ростом служения, ростом в помазании, там, процветания, то есть у него не было таких целей, вдруг мы видим, что на протяжении 11, 12 и 13 главы книги Деяний мы видим бурный, просто действительно духовный рост Варнавы. Что с ним происходит? Во-первых, он явился тем человеком. Я хочу, чтобы ты услышал эти факты об этом помазаннике Божьем. Во-первых, Варнава, до этого, который являлся просто левитом, да, он был просто священником, вдруг мы видим, как благодаря его служению вводится в служение и в церковь вводится такая фигура, как апостол Павел. Он привел его к апостолам. Более того, если вы будете читать дальше, видно, как он ходил за ним, чтобы снова привезти его в служение в его родной город Тарс, куда Павел был вынужден бежать из-за преследований. И это уже второй случай, когда Варнава вводит его в служение. Дальше, если вы будете читать о Варнаве, то вы увидите, как они вместе с апостолом Павлом делают апостольское служение. То есть, они двигаются в апостольском служении и Деяния так и называют этих двоих людей апостолы. Обычно говорится о том, что Варнава это был помощник апостола Павла в каких-то миссионерских путешествиях. Отчасти это как бы справедливое утверждение, но мало кто обращает внимание, что Варнава он сам был апостолом. И Деяние 14 глава 14 стих звучит следующим образом. Но апостолы Варнава и Павел и там дальше продолжается говориться о том, что они делали. То есть, Павел и Варнава это были два апостола, которые были призваны Духом Святым, о чем написано в 13 главе книги Деяний там с первого стиха. Мы даже можем это зачитать. Мы видим, как здесь написано, из-за чего конкретно апостол Варнава был призван в свое могущественное служение вместе с апостолом Павлом. И в 13 главе 1-2 стих здесь написано о том, что учителя и пророки они молились все вместе. Здесь написано и Варнава в их число входил, и Савл, будущий апостол Павел. Здесь написано во 2-м стихе следующее. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. И в 4-м стихе написано сии, то есть они быв посланы Духом Святым. Вот оно апостольство. Апостольство рожденное в Духе, апостольство рожденное в поиске, служение, которое было рождено из-за того, что они искали Бога, они постились, они молились. И в том числе с 11-го по 13-ю главу книги Деяний мы видим, как Варнава находится в интенсивном служении. В интенсивном служении. Он проповедует, он заботится о том, чтобы Павел вошел в свое призвание. Таким образом, подводя итог в этой иллюстрации, рассматривая жизнь человека по имени Варнава, мы видим, что когда он приносил свое приношение, когда он принес к ногам апостолов деньги от проданной земли, он не помышлял о себе вообще, ни с духовной точки зрения, ни с материальной, ни с физической, ему не нужно было за эти деньги вообще ничего. Ни какая-то репутация, ни какое-то имя, ни какое-то помазание, вообще об этом речь не шла. И поэтому деньги, которые он принес, внимание, я хочу, чтобы ты это услышал, они были благословением для тех, кому он их передал. Я имею в виду те неимущие люди, которые были в церкви. И таким образом эти деньги послужили благословением. Если можно даже так сказать, он приобрел за эти деньги благословение для этих людей, их восполнение нужды. Теперь, дорогие друзья, я хочу представить вашему вниманию второй персонаж, который радикально отличается от человека по имени Варнава, хотя он находился в абсолютно то же время, находился практически в тех же условиях и глаза его видели те же вещи, что видел Варнава. Эта история содержится в книге Деяния в 8 главе и здесь говорится о том, что благовестник Филипп проповедовал Евангелие в городе Самарийском. Совершались чудеса, совершались знамения, то есть все то, что видел Варнава, видел человек по имени Симон, но у него была такая кличка, такое прозвище Волф, то есть он удивлял людей своими мудрствованиями, он удивлял людей своими высказываниями, какими-то духовными манипуляциями. И здесь говорится о том, что когда Филипп благовествовал, здесь написано в 13 стихе, уверовал и сам Симон, и крестившись, внимание, это был крещеный человек, то есть он уверовал, это конкретно сказано в Деяниях, написано, что он уверовал и крестился, и написано, что он не отходил от Филиппа, видя совершающиеся великие силы и знамения и изумлялся. И дальше описывается такая история, что в этот весь процесс евангелизационный для того, чтобы участвовать, для того, чтобы молиться за людей, прибыли апостолы из Иерусалима и начали происходить следующие духовные вещи. Апостолы возлагали руки на людей, люди получали крещение Святым Духом, это было очень драматично, это было очень заметно. Почему я так говорю? Потому что в 18-м психе написано, что Симон, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, то есть помазание, да, работало очень сильно, и Симон видел своими глазами, что Дух Святой действительно сходит на верующих. Это отдельная тема, может быть, отдельный разговор, но я скажу так, что Симон, он видел, как люди, после того, как на них сходил Святой Дух, как мы видим, это из других мест Писания, они начинали говорить на иных языках, начинали пророчествовать, начинали славить Бога, то есть это происходило что-то видимое. Почему и написано, что Симон, увидев, что через возложение апостольских рук подается Дух Святой. И вот, что он делает, написано, что он принес им деньги, кому им, тоже апостолом, тоже видя чудеса, он принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. И вы знаете, эта история, может быть, она сейчас, вот когда я ее читаю, она выглядит такой отвратительной, и думает, как посмел этот человек помазание, попытаться купить за деньги, о чем ему и говорит Петр. Он ему отвечает в 20 стихе, серебро твое добудет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. И дальше он ему говорит, покайся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, потому что я вижу тебя, исполненного горькой желчи, в узах неправды. Оказывается, верующие люди, они могут быть в узах неправды, исполнены желчи, хотя написано, что он уверовал и крестился. И Симон говорит ему в ответ, это тоже заслуживает внимания, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. И я хочу немножко проанализировать вообще всю историю Симона. Во-первых, мы каким видим здесь Симона? Мы видим его, человек, который не отходит от помазанников. Написано, не отходил от Филиппа, увязался за апостолами. Это был человек, который, хотя и уверовал, но почему-то только про него одного из всей этой истории сказано, что несмотря на то, что он уверовал, я извиняюсь за это сравнение, он просто как собачка бегал за этими людьми, на которых была власть. Он не понимал, откуда эта власть произошла, поэтому ему нужны были люди, которые якобы владели каким-то помазанием, силой, властью. Он считал, что это они могут давать, это помазание, и поэтому он бегал за ними. Варнава так не делал, он вообще ни за кем не бегал, но был помазан, как написано, в посте и в молитве, ища Бога, и находясь в интенсивном служении. В случае с Варнавой помазание Святого Духа апостольское, потому что здесь написано, через возложение рук апостольских подавался Дух Святой. Варнава получил эту власть, и нигде вообще не написано, что за него кто-то молился, или как-то это связано с принесенной им жертвой. Нигде не написано, что он даже ревновал об этом, принося эту жертву. Еще раз я это напоминаю, Симон был не таким человеком. Здесь написано, что как раз таки он вдруг просек, знаете, как в народе говорят, просек фишку, то есть он уловил этот момент, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, и он думает, если они могут подавать Дух Святой, они могут подать мне эту власть. И он, как все нормальные люди, он так думал, принес им деньги. И вы знаете, нужно было духовное развлечение апостолу Петру для того, чтобы понять, что он пытается купить это за деньги. Много ли вы видите сейчас апостолов или пасторов, которые разбираются в мотиве сердца, приносящего деньги? Наоборот, эти неправильные мотивы часто подогреваются у таких Симонов. Им говорят, если ты посеешь в помазанника, если ты посеешь в дух, ты увидишь, как все, что есть у этого апостола, вот это помазание, которое на нем, оно придет на тебя. Почему? Потому что вас свяжет духовный принцип жертвы. Я тогда хочу задать вопрос, чем эта вся идеология отличается от написанного здесь? Как апостол Петр вообще понял, что этот человек пытается купить помазание? Ведь все выглядело как везде. Он принес к ногам апостола деньги и говорит, помолитесь за меня. Я хочу делать все то же самое, что и вы, ради распространения Евангелия. Я хочу, чтобы через меня действовал Святой Дух. Что тут плохого? И апостол Петр, это не было просто, знаете, это не выглядело так, как многие думают, нельзя купить помазание. Это не выглядело таким образом, что он принес, я извиняюсь, отслюнявил деньги и сказал, продайте помазание. Нет. Здесь говорится о том, что он просил власть, он говорит, дайте мне власть, чтобы и я мог молиться за людей, и Дух на них сходил. Я сегодня еще раз хочу задать этот вопрос, а что плохого, если на людей через служение Симона бы сходил Святой Дух? И не было никакой причины у апостола Петра заподозрить Симона в какой-то попытке купить помазание. Это было чистейшее духовное развлечение, потому что ситуация была такова, что действия Симона внешние, они в принципе ничем не отличались от каких-то действий людей, которые приносили к ногам апостола деньги. Они все хотели служить, они все хотели, чтобы Дух Святой их употреблял. Они все хотели быть финансовым ответом. И внешне действия Симона ничем не отличались от действий остальных людей. Но апостол Петр, подобно как он различил мысли людей, таких как Анания Сапфира, которые хотели делать вид, которые хотели репутации, и они написано, что принесли часть проданного, а сказали, что это как бы все, что они выручили. То есть он распознал их обман. Точно так он здесь распознал сердце Симона, о котором он сказал. В 23 стихе. вижу вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. И почему-то апостола Петра волновало то, в каком состоянии приходит жертва, то есть в каком состоянии приходят жертвующие деньги. Его волновало то, что Симон находился в неправильном состоянии, несмотря на внешние как бы правильные действия. Вот финансы, вот желание действовать в помазании Святого Духа. И он связал это, он внутри распознал это. И я сегодня хочу, дорогие друзья, просто сказать, почему, задайтесь вопросом, почему в церквях, почему в каких-то движениях происходит совершенно обратное, что люди, которые стоят во главе движения, они начинают в народе Божьем, наоборот, подогревать мысли о том, что взамен на жертву, ну или как бы завуалированно, вот приносит жертву, вот посмотрите на последствия жертвы там в Ветхом Завете, вот Авраам принес жертву и Бог с ним заключил завет. Я хочу здесь оговориться, послушайте меня очень внимательно, Авраам действительно по указанию Бога, там написано, взял там трехлетнюю телицу, там птиц каких-то, да, он там разрезал их, было кровь, и все это представил перед Богом, когда Бог хотел с ним поговорить о его будущем, там действительно была жертва, но внимание, дорогие друзья, эта жертва не была ценой за обещанное Богом, почему я так говорю, Авраам на момент принесения жертвы, возле которой у него шел разговор с Богом, на момент принесения этой жертвы, Авраам был очень богат, он был достаточно состоятельным человеком, и поверьте, дорогие друзья, трехлетняя телица, она не имела в его глазах вообще никакой цены, она не имела в его глазах никакой стоимости, но нужен был этот символизм, указывающий на последующую жертву Иисуса Христа, как и все жертвы Ветхого Завета, и поэтому пролилась кровь, поэтому был сделан путь крови, вот эта дистанция между рассеченными частями жертвы, где была кровь, как написано, мы тоже входим в небеса, входим в обетование Божие путем новым и живым, путем крови, и я хочу сказать, дорогие друзья, что вопрос был не в цене за обетование, а вопрос был в том, что эта жертва указывала на Иисуса Христа, она указывала на духовные вещи, и она не являлась ценой за обетование, тем более, что Авраам, дорогие друзья, как некоторые ссылаются, пишут разные книги, там цена за помазание, как будто у помазания существует какая-то стоимость, Авраам не получал никакого помазания от Бога в ответ на эту жертву, Бог с ним поговорил при жертве, заключил с ним завет, и началось движение, мы все сейчас называемся как детьми, детьми Божьими, как детьми Авраама, то есть, которого Бог написано благословил во всем, точно так же мы видим на примере Варнавы, человек, который принес жертву, не связывал ее вообще с каким-то, как я уже говорил, личностным ростом или помазанием, он был помазан, и сегодня я хочу сказать, дорогие друзья, что у помазания не существует никакой цены, не существует никакой стоимости, не существует никакого обмена, даже завуалированного, у помазания существует только одна цена, жертва Иисуса Христа, причастниками которой ты можешь стать в связи со своим сокрушенным духом, и конечно сокрушенный дух у человека, он побуждает его и на финансовые жертвы и на самые разные дела, но не только. Теперь я хочу задать вам один вопрос, существовало ли со времен Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на землю таким явным очевидным образом, что-то подобное на земле? Я думаю, что нет, почему и написано, почему мы все считаем, что вот эта книга Деяния, День Пятидесятницы, это образец для всех будущих поколений, как это должно происходить, и помазание, Дух Святой излился на верующих в День Пятидесятницы, ожидающих Его, молящихся, находящихся в ожидании, где нет вообще никакого намека, ни на жертву финансовую, ни на сеяние какого-то помазанника, ни на приношение даже каким-то важным людям, даже к Иисусу Христу, к самому Господу, они не приносили никакой жертвы, я имею ввиду, что те люди, которые приняли в День Пятидесятницы на себя помазание, апостольскую власть, они были помазаны не потому, что они сооружали какой-то жертвенник, не потому, что они к ногам Иисуса ложили какие-то деньги, они находились в духовном поиске, в сильнейшем ожидании, иными словами, они сделали то, что сказал им Иисус Христос, он сказал ожидайте, не уходите, он не сказал им приносите жертвы, потому, что только через это движется Святой Дух, не ссылался на Авраама, ничего этого не было, всем и каждому на протяжении всех последующих поколений из этой картины должно быть ясно, что помазание не приходит в связи с тем, что кто-то приносит жертву, по-моему, в день Пятидесятницы это было ясно, показано и явлено. Давайте обратимся снова к Писанию. Елисей в Ветхом Завете, он ходил за своим наставником и тоже жаждал помазания, и между ними даже состоялся такой разговор, он сказал, ну вот как бы сделать так, чтобы Дух, который на тебе, на мне был вдвойне, на такую просьбу не осмелился даже Симон, он не требовал, чтобы на него вдвойне пришло от апостолов, он говорит, дайте мне то, что есть у вас, вот такую же самую власть. И казалось бы, Елисей более дерзновенно просил, более серьезную просьбу выдвинул, говорит, хочу вдвойне, все хотят двойного помазания, все хотят двойного излияния Святого Духа на них. Но что сильно отличало эти две просьбы? Елисей попросил у Илии двойное помазание, тоже обратясь к нему как помазаннику, как будто это в его власти было решить, и вот что ответил ему Илия, говорит, ты трудного просишь, но Илия взял и в этом разговоре, в диалоге указал ему на то, чтобы Елисей наблюдал, он говорит, ты должен, я перефразирую чуть-чуть, он говорит, ты должен наблюдать сейчас за духовными вещами, если ты хочешь духовных вещей, тебе нужно наблюдать за духовными вещами, если ты увидишь, как я буду взят от тебя, так написано, тогда ты получишь двойную порцию помазания, никакой жертвы, никакого вообще финансового приношения, даже речь об этом не шло, или даже на ум не пришло что-то сказать, что тебе надо посеять, тебе надо поставить жертвенник, он говорит, наблюдай, это то, что делал Варнава, вместе с группой других помазанников, других, там написано, учителя, пророки, что они делали, в посте и молитве, они искали воли Бога, они наблюдали духовный мир, и духовный мир им был явлен, Дух Святой проговорил так, что услышали все, он говорит, беру вот этих двоих, Варнаву, Павла, я их буду использовать в апостольстве, Елисей поступил точно так же по совету или он пристально наблюдал за движением духовного мира, разве не этого ждет от нас Бог, разве не этого не об этом говорится, когда Господь в пророках говорит, вот на кого я презрю, перед трепещущего перед словом моим, это сильный прообраз пятидесятницы, когда Елисей, он наблюдал, он ожидал, он не двигался с места, он практически не отводил взгляда от своего наставника для того, чтобы увидеть не наставника увидеть, а увидеть момент из духовного мира, когда он будет взят. Точно так же делали апостолы, которые ожидали излияния Святого Духа в день пятидесятницы. Что они делали? Им было сказано, вы должны ожидать, вы должны наблюдать. Более того, им было явлено как свидетелем предызбранным от Бога то, как Иисус Христос вознесся. И поэтому у них уже было основание ожидать. Они уже видели, что они предызбранные свидетели. Как это сказано в другом месте Писания, что предызбранным свидетелем он явился, перед ними вознесся, и они ожидали. Ни о каких финансах не шла речь. Теперь, что еще отличает Симона? Симон это, знаете, очень хороший такой образ современного верующего. И знаете, почему я так говорю еще хочу сказать? Один человек однажды мне сказал, мои деньги это мое отношение с Богом. Я говорю, почему? Неужели все отношения с Богом сводятся только к деньгам? И этот человек отвечает, нет, но это такой показатель. Иными словами, я не могу сказать, Иисус, я люблю тебя, а деньги не дам. И я отвечаю ему, конечно, деньги это является одним из показателей твоих отношений с Богом, безусловно, никто не говорит, что это исключается, но вопрос вот в чем, я ему говорю, деньги, дорогой друг, в отношениях с Богом, это самое простое, это самое начало начал. И этот человек удивился, он говорит, как это самое простое, наоборот, деньги это самое сложное. И я хочу тебе сегодня, дорогой друг, из этой истории с Симоном показать один момент из жизни современных христиан, на самом деле, которые показывают, что деньги это самое простое. Смотрите, Варнава это человек, который искал помазания, искал воли Божьей, искал движения Духа Святого в посте и молитве. Симон решил сделать проще, вы слышите меня, он сделал проще, он не захотел искать Бога, чтобы узнать дальнейшую волю на свою жизнь, он подумал, так все так просто, вот помазание у апостолов, вот мои деньги, я их принесу и получаю. Это та самая упрощенная современно-церковная схема служения, так называемого, когда человек думает, что он может вот так просто получить помазание, без этого поиска, без этих постов, я извиняюсь, без этих молитв, вот просто принести деньги к ногам апостола, тот помолится, помазанник, пастор, там, не важно, и вдруг на тебя придет помазание. Какая связь вообще? Покажите в Писании сами себе, дорогие друзья, хоть один такой случай, где это сработало, где это получилось, где помазание было передано человеку в обмен, ну, если так можно сказать, на жертву. нигде такого нету. И поэтому сегодня я говорю, что деньги это самое простое. Знаете, у евреев есть такая шутка, когда они попадают на деньги, или как правильно сказать, что у них по какой-то причине неудача в финансах и деньги, ну, не стало денег, например, они у них есть такая шутка, они говорят спасибо Господи, что взял деньгами. То есть они говорят, ну, деньги, если у тебя исчезли деньги, это же вообще не так страшно. Спасибо, что это не на здоровье не сказалось, спасибо, что это на семье не сказалось, что это может быть на служение не сказалось. Поэтому любой человек духовный, он знает, что деньги это самое простое. Отдать деньги это проще всего. А вот помазание найти, найти движение Святого Духа, на твою жизнь. Это надо искать серьезнее. Если бы это было так просто, знаете, взять и понять волю Божью, так же просто, как отдать деньги, все бы ходили в воле Божьей. Но сегодня люди в религиозных церквях, они приносят деньги и практически покупают какие-то таинства. Мы смеемся с этого, но приходим к тому часто, что в харизматических церквях происходит то же самое. Люди приносят деньги, ожидая, что Бог презрит на жертву и помажет их за это. И Симон, он был таким же человеком, он не был негодяем, который пришел и сказал продайте помажание, вы нигде такого не увидите, здесь такого нету. Он принес жертву и попросил за него помолиться, но он связал в своем уме эти вещи, и апостол Петр изрекает, увидел это внутри и говорит, ты в узах неправды, ты связал то, что связывать вообще нельзя, какое может быть сеяние для того, чтобы получить помазание. Не говорится ли о том, что посеешь, что и пожнешь? Я говорю сейчас дальше про Симона. Смотрите, чем еще его поведение похоже. здесь написано, что Петр ему сказал, послушайте, какие суровые слова сказал ему Петр. Он говорит, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. И смотрите, что происходит. Апостол Петр, я не буду утверждать этого на сто процентов или делать из этого доктрину, но Петр ужаснулся от того, что делает Симон. И он фактически проклял его. Он говорит, да будет в погибель и деньги твои вместе с тобою. Я бы не хотел от апостола Петра, настоящего апостола, слышать такие слова в обмен на то, что ты приносишь туда финансы. И знаете, еще раз хочу задать этот вопрос. А много вы видели таких случаев в церкви, в каких-то движениях, где проповедуется то, что можно сеять в помазанника в плане того, что на тебя перейдет то, что есть у него духовное. Это удивительно, как это сильно похоже. И дальше он говорит, что нет тебе в этом части. Он иными словами ему говорит, вот в этом моменте, чтобы действовало помазание в твоей жизни, твоей доли нет. Ты не можешь в это войти. И не можешь войти не из-за того, что ты принес жертву или не принес. Он говорит, из-за того, что ты в оковах неправды находишься, из-за того, что ты желчью наполнен. По сути дела говоря, знаете, что хотел сделать Симон? Он хотел продолжать колдовать. Он хотел продолжать делать то, что он и делал раньше. А что он делал раньше? Он волхвовал. Он являлся что-то сверхъестественное и брал за это деньги. И смотрите, что дальше апостол Петр ему советует. Вот сейчас мы подходим к главному моменту и главному сходству современного верующего в церкви, который сеет в помазание, сеет ради помазания, да, приносит свои деньги каким-то служителям, которые должны помолиться за него, и у него Дух Святой начнет двигаться. Он говорит, покайся в этом грехе твоем и молись, внимание, Богу, может быть отпустится тебе помысел сердца твоего. И вот слушайте, что Симон ему отвечает. То есть апостол Петр говорит, тебе сейчас надо взыскать Бога, прийти в нормальное состояние. Симон ему отвечает, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. И вот этот современный верующий, на тот момент он был более чем современный, все чего он боится, это проклятие от этого апостола. Он говорит, ну и сказано вами, пусть меня ничего не постигнет. Казалось бы, Петр ему говорит, иди молись Богу, а он говорит, вы помолитесь. Точно так, как он начинал, говорит, вы мне дайте помазание, вам я принес деньги, вы за меня помолитесь. Ему уже говорят, тебе Бог нужен, Бог тебе нужен, тебе не апостолы сейчас нужны, тебе нужен Бог, иди, уже сам апостол, он говорит, иди молись. В ответ на это Симон говорит, ты за меня помолись, ты за меня помолись. Он в своих помыслах даже отказывался думать вообще, он отказывался в своих помыслах искать Бога, он всю свою надежду видел в этих людях, и в успехе, и в избавлении от проклятий, на все у него был ответ стоящий перед ним апостол. И история заканчивается на этом, больше мы про Симона ничего не слышим. И я хочу тебе сказать, мой дорогой друг, вот Варнава был человеком, который приобрел благословение для людей, неимущих, а Симон стал человеком, который купил себе проклятие за свою жертву. И поэтому, подводя итог, дорогой друг, тому, что я хотел сказать сегодня, я тебе просто хочу сказать, для одних людей, их пожертвования, их приношения, это начало пути. Для других людей, их жертва, это конец их жизни, и конец их пути. Люди, которые приносят деньги, думая, что теперь они будут действовать в дарах Святого Духа, думая, что они сделали жертвенник, угодный Богу, на самом деле находятся в узах неправды. И самое досадное в этом, что этот соблазн думать таким образом приходит от тех, кто становится вот в данной ситуации на место вот этого апостола Петра. А не наоборот. Знаете, как если современно посмотреть на это, Петр мог бы сказать таким образом, вот ты молодец, что ты до этого додумался. И всем остальным вот надо так поступать, как Симон. Как? Вы приносите свои финансы, и эти финансы, они сеются, опожнете вы духовные вещи. Это просто невероятная ересь, это невероятное заблуждение. Берегите себя, дорогие друзья, чтобы вот эти слова «Да будет в погибель с тобою твое серебро», не коснулось никого из вас. Я благословляю вас именем Господнем. Поступайте, как варнава, войдите в духовные вещи, в пост, в молитву, ищите воли Божьей для себя. И помазание, как в день Пятидесятницы, и зальется на вас, без того, чтобы ложить к чьим-то ногам свои деньги. Да будет с вами мир Божий. Всего хорошего, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok